Волхвы Доброго здравия, уважаемые любители, братьев наших меньших! С вами Константин и мои питомцы. В этом видео я покажу, как вычесываю своих собак. А молодой петушок гордо наблюдает за этими процедурами. Вычесывать собак породы самоедская лайка специалисты рекомендуют не менее трех раз в неделю. Для этого я бы посоветовал взять специальный спрей для расчесывания и набор из нескольких чесалок. Первая, а возможно вторая и третья процедура вычесывания в жизни вашего питомца покажется собаке непривычной. И собака будет выкручиваться и мешать вам вычесывать ее. Но впоследствии ваш питомец будет получать неслыханное удовольствие от этих манипуляций. В салонах красоты питомцев обычно подвязывают на специальные подвязки, чтобы собака стояла и не ложилась, дабы не мешать мастеру выполнять вычесывание. Первую я всегда вычесываю Фросю, а Глашу и Дуняшу приходится закрывать в вольере, чтобы они мне не мешали, требуя очередной порции ласки. Все собаки любят чесать себя за ушами, создавая этим запутанные колтуны, которые мне удобно расчесывать плоской расческой. Самое любимое место вычесывания у Фроси – это грудка и животик. Посмотрите, какое удовольствие она от этого испытывает. Так как своих собак я вычесываю довольно-таки часто, в этот раз я у Фроси вычесывал небольшое количество шерсти. Данное видео я записывал без микрофона, и поэтому голос мне пришлось наложить потом, непосредственно перед тем, как я выложил ролик на ваш праведный суд, уважаемые друзья. Петушок продолжает нести вахту, ну а мы с Фросей продолжаем столь приятную процедуру. А Глаша с Дуняшей терпеливо ждут своей очереди. Ну вот и подходит к концу вычесывание Фроси. Осталось почесать ей головку и поменять чесалку на специальную резиновую массажную перчатку, чтобы сделать Фросе приятный массаж всего тела. Вот Фрося и готова. Осталось немного отдохнуть, сделать фотографию и позвать Глашу, которая заканчивает линять, и шерсти я из нее вычешу намного больше. Глаша, так же как и Фрося, очень любит, когда ее вычесывают. Тем временем у петушков идет смена караула. Ну а мы продолжаем. Откуда же взялось такое название – самоедская лайка? Все очень просто, друзья мои. Самоеды – это арктическая, северная порода собак. И когда эти белые пушистики запряжены в сани, на снегу собак совсем не видно. И кажется, что сани едут сами. Вот отсюда и пошло название – самоедская собака. Сани едут сами. Самоеды. Посмотрев, как в салонах красоты подвязывают собак, я придумал себе подобную конструкцию. И теперь мои собачки, так же как и в салонах красоты, спокойно стоят и не мешают мне их вычесывать. Глаша, так же как и Фрося, очень любит, когда ей вычесывают грудку и животик. И она может до бесконечности наслаждаться таким неслыханным удовольствием. Ну а мне, как хозяину, ничего не остается, как исполнить эту собачью прихоть. Посмотрите, как ей нравится. Она закрывает глаза от удовольствия, а петушок завистливо подглядывает сквозь сетку. Как я и говорил ранее, у Глаши я вычесал намного больше шерсти, чем у Фроси. Осталось погладить ее и одеть массажную резиновую рукавицу и сделать приятный массаж всего тела. Собаки очень любят эту часть процедуры, наравне с вычесыванием грудки и животика. И таким наслаждением нужно баловать своих питомцев как можно чаще. Фрося на заднем плане, сидя в вольере, представляет, что через несколько дней вновь получит наслаждение от полюбившихся процедур. А я тем временем поменял чесалку и вычесываю колтуны за ушами, которых у Глаши всегда очень много. Почесав за ушками, я заканчиваю вычесывать Глашу. Нам остается с ней сфотографироваться. Ну и, конечно же, приступить к вычесыванию Дуняшки. Для Дуняшки это первая процедура в ее жизни, поэтому она совсем не понимает, что происходит. Почему хозяин производит в ней такие непонятные манипуляции? Она очень нервничает, поэтому мне пришлось взять ее на руки. Где она успокоилась и, надеюсь, начала получать удовольствие от вычесывания. Вот, посмотрите, лежит она спокойно и крутит своим хвостиком, как всегда. Надо почесать ее хвостик. Шерсти у Дуняши я почти что не вычесал, но приучать к этой процедуре уже пора. Посмотрим, как отреагирует Дуняшка на вычесывание грудки и животика. Как я и предполагал, эта часть процедуры ей очень понравилась. И теперь она будет ждать дальнейших процедур вместе с Фроссей и Глашей. А я одеваю массажную рукавицу и делаю Дуняшке массаж всего тела. На этом я заканчиваю процедуры и завершаю данное видео. Надеюсь, что вам понравилось, как я ухаживаю за своими питомцами. Не забывайте поставить большой палец вверх. Увидимся с вами в ближайшем будущем, дорогие друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok